Алиса, Алиса, барсук, будешь сегодня готовить со мной, а, пуговка? Алиса, пуговка, как бы вам передает всем привет. Говорит, папка, задолбал меня уже вкусняшками, всякими тут запахами и вообще дразнить. Да, пуговица, серьезная ты собака? Конечно, Алисе, потому что уже 10 лет, 10 мая исполнится. Алиса, к чему я все это? Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад, что мы движемся куда-то в светлое будущее, непонятно, когда мы туда придем, но тем не менее мы в пути. Чтобы этот путь ваш был более интересным и вкусным, и чтобы было чем увлечь детей, я предлагаю такой вариант. Сделаю пиццу, которую обожают дети и всех моих знакомых. Я всегда говорю, чем проще вы пиццу сделаете, тем она вкуснее будет. Значит, у меня есть слоеное дрожжевое тесто. Я взял кусок, положил его на, ну она была на подложке, значит здесь бумажка, нужно ее просто-напросто перевернуть. Пока оно оттаивало, заодно и подошло немножко. Когда тесто у нас уже оказалось на противне, на бумажке, на, ну там, где вы будете выпекать его. Это, кстати, очень удобно, расстаивать его прям, ну чтобы не переносить с места на место. Можно, конечно, его раскатать, потом отрезать, потом выложить, но зачем все эти заморочки? Тесто и так прекрасно пропекается. Во-первых, нужно всего лишь купить его в магазине или достать из морозилки, если вы купили заранее, и оттаять. Все. Обязательно поставьте сразу же плиту, то бишь духовку. На самый максимум, вот все, что у вас есть, все, короче, врубайте. Прям повезло, конечно, больше тем, у кого духовки работают до 300 градусов. Для пиццы очень важна высокая температура. И в ролике с Аркадием Грицевским, супер пицца Йола, супер классным поваром, супер моим другом, есть как раз рассказ о том, что, ну вот, у нас там шамотный камень, у меня вы многие спрашиваете, что лежит у меня в духовке, это шамотный камень, который накапливает температуру. Если долго прогревать духовку, то она там поднимается до 270 градусов, аж из-за этого шамотного камня. Соус. Вот соус. Значит, делал я его так. Это томата пилати. Томаты пилати или польпа. Продается в банках. Это чистый томат без соли, без сахара, очищенный. И польпа это порубленный. Пилати это цельный, в заливке в томатный. Значит, берем банку, выливаем в какую-нибудь емкость, ставим на медленный огонь на полчасика. Но для того, чтобы выпарить лишнюю влагу. Выпаренный томатный соус, это нам нужно будет для того, чтобы намазать и сделать основу. Значит, сыр самый лучший сыр, который подойдет для любой пиццы, это моцарелла. Она так и называется. Моцарелла для пиццы. А потом увидел какой-то швейцарский сыр, да вот такой вот с дырками. Да еще и задорого, 1200 рублей килограмм, 200 граммов взял и думаю, а пусть будет моя пицца чуть-чуть вкуснее, чем просто с моцареллой. Пусть она будет с дырочками, пусть сливочный аромат сыра. Его нужно на терке натереть в отдельную чашечку. Но если вы будете использовать моцареллу, то обязательно используйте моцареллу для пиццы, сухую. И перехожу к грибам. Значит, грибы у меня в салфетке. Грибы в салфетке. Почему? Шампиньоны вы, например, вздумали помыть. Но знаете, все же моют шампиньоны, да? Не чистят, никто шкурочку не снимает. И многие даже не догадываются, что если ты моешь шампиньоны, они вот за 10 секунд напитывают большое количество влаги, которую потом отдают. Чтобы этого не происходило, их очень аккуратно, надобно собирать, чтобы они были чистенькие в упаковке. Французы их еще и чистят, снимают пленочку. Я их помыл, завернул в салфетку, для того, чтобы салфетка забрала лишнюю влагу. Несколько шампиньончиков тут не принципиально. Нет какого-то такого, знаете, там, возьмите два шампиньона. Это самое, что ни на есть, детская пицца, которую вы можете сделать вместе с детьми. Ну, то есть, поручить им что-нибудь резать. Шампиньончики вот так вот сдвигаем в горочку. Теперь лук. Лук едят не все. Ну, вот, знаете, не все дети. Есть вариант, например, сделать пиццу пополам. Соус нанести на все. Мясные изделия, будь то сосиски, колбаски, там, или что-то у вас еще, или сыр копченый, или какой-нибудь пепперони, или, ну, что завалялось в холодильнике. Вы сыпите на одну сторону одно, один вид, на другую сторону другой, здесь с грибами, здесь с луком. В итоге ребенок попробует и то, и то, и скажет, что все вкусно, и что пицца супер, это папа, мама, пеките только такую, не надо заказывать из магазина. Но без лука я считаю, что не так вкусно. Значит, поэтому красный лучок, который не такой ядреный, а он, знаете, такой, более сладенький, колечками нарезаем. И сосисочки. Сосисочки с бумажками, сосисочки с соевым фаршиком, вкусные, ароматные, с глютаматом, натрием, со всеми штучками сосисочки тоже подойдут. Если у вас есть без всего того, чего я перечислил, используйте их. Значит, сосиски берем самые вкусные, самые любимые, те, которые всегда у вас есть в холодильнике. Колечками режем. Значит, это у кого как, вот, у кого как руки выросли, ровные или неровные колечки от того и зависят. Подготовка продуктов завершена. Значит, что теперь делаем? Тесто, ну, во-первых, размешиваем. Видите, он довольно густой, он даже не падает с ложки. Ну, то есть, прям это каша-каша, как учил Аркадий Грицевский. Значит, что делаем с тестом? Тесто у меня поднялось. Видите, толстое какое стало. Просто берем краешек, оставляем и начинаем выминать. Краешек оставляем, чтобы красиво было. О, пузыри какие, какие пузыри! Ю-ху! Дрожжи работают! Супер гуд! Смысл вот этого раздавливания, да, нам нужно тесто чуть-чуть как бы раздвинуть. Немножечко раздвинуть. Все, получилась вот такая штука. Край оставили, оставили. Серединку ужали, ужали. Пузыречки есть, есть. Где-то пузырь вылезет больше, где-то меньше. Неважно. Главное, чтобы пропеклось. В общем, сделали как получилось. Получилось красиво. Можете края смазать чем-нибудь там яйцом, чтобы золотились красивые. А можно не смазать ничем. Значит, теперь соус. Я, конечно, все жду, не дождусь, когда приедет новая духовка. Она уже приедет совсем скоро. И под нее, правда, тумба еще не готова. Но все будет скоро готово. Поэтому я сейчас, так сказать, добиваю ту духовку, которая у меня есть. И обещаю вам, как только приедет новая духовка, первый ролик будет хлеб. Сделаем домашний хлеб. Поэтому, кто захочет обязательно это повторить, подготовьтесь, пожалуйста. Найдите какие-нибудь формы, похожие на хлеб. Такие, знаете, формы такие, чтобы булка получилась квадратная. Сюда выкладываем соус. Соус выкладываем так, чтобы, ну, крайно мне не трогать. Выкладываем так, чтобы не было у нас там слоя такого. Это у нас не маргарит. Маргариту много томатного соуса идет, сыр, все. Здесь у нас все должно быть в меру. Значит, долго не тормозите. Как только размазали, сразу переходим к другим, так сказать, начинкам. Быстро раскидываем сосисочки. Ё-моё, две сосиски еле-еле входят. Грибов, значит, меньше надо было взять. Но у нас же как? Жадность всегда над нами давлеет. Если есть, ну, что я буду выбрасывать? Что там, там осталось три штучки, ну, что я буду выбрасывать? И пицца получается с горой такая. Конечно. Значит, лук все это накидываем вот сюда, сюда накидываем, сюда, сюда накидываем, сюда. Вот лука, я лично от себя хочу сказать, что его много не бывает. Но это, опять же, смотря для кого вы готовите пиццу. Лук у нас растает, весь подсохнет, он объема не дает. Так, шампиньоны пока оставшиеся перекладываю сюда. Теперь добавляем сыр. Сыр! Все, как говорил Аркадий, сыра много не должно быть, иначе начнет теть жир. И все это будет, так сказать, очень-очень жирно. Ну все, пора отправлять. Опа! Опа! Ну, а здесь уже, как бы, сколько времени, вот на вопрос, как ответить? Сколько времени стоит пицца? Минут пять. Дальше смотрите по ситуации. Если вдруг вы понимаете, что края совсем сырые, а середина там уже кипит, ну, значит, немножко дольше подержите. В общем, тут не принципиально. Главное, чтобы пропеклось тесно. И вы это увидите по румяной корочке, и увидите вообще. Ну, вот каждому человеку, мне кажется, понятно, типа, да, пропеклось. Вот. Минут пять-семь. На самом максимальной температуре. Ну и все. Чудеса, да и только. На самом деле, все довольно просто. Вы же посмотрели. Ингредиенты взаимозаменяемые. Все, так сказать, взаимозаменяемое. И, ну, проигрыша быть не может. Это все равно будет вкусно. У меня даже ножик есть. Пиццейный. Пицца из меня так себе, но нож классный. Режем, соответственно, как хотим. Вот так. А, что же я мучаюсь-то. Опа. Для взрослых. Оливка. Оливкового масла можно чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Для блеска, так сказать, для страсти. Потому что я вас уверяю, когда вы сами сделаете вместе с детьми, или для детей, или без детей, такую пиццу, съедите ее сами вообще. Так. Будете пальцы обрезать. Сосиски, конечно, магазинные делают вообще все. В соавторстве с магазинным тестом и магазинным луком у нас получается магазинная пицца. Мы что сделали? Только порезали все, да? И сложили. Плита магазинная испекла нам магазинную пиццу. И у нас получилась для детей магазинная пицца. Ура! Мы придумали офигенный рецепт. Ха-ха-ха-ха. Ай, ладно. Так, пробуем. Вау. Что, горячая-то такая? Как это, Алиса, дегустацию? Колбаска, да. Пуговка. Вам сейчас напишут все, что вы издеваетесь над собакой. Бомба! Конечно, блин, без колбаски, ты что мне тесто-то даешь? Ты мне колбаски дай. Дай пуговка. Другой кусочек попробую, просто я не понял. Ну, как бы, может быть, тот по-другому испекся. Я не знаю, как получится у вас, у меня получится великолепно. Пока, дорогие друзья, вкусно очень получается. Повторите рецепт. Да, кто не подписался, подписывайтесь. Кто не подписался на мой канал Гаджет Шеф с короткими рецептами, тоже зайдите, поглядите. Ну, может быть, вдруг что-нибудь интересное найдете. Там, правда, немного, немало, несколько всего рецептов. Но сейчас карантин и сложно столько делать контента. В любом случае, спасибо, что вы со мной. Пробуйте рецепты, кайфуйте, отдыхайте и занимайтесь чем-нибудь полезным с детьми. Продолжение следует...